Куда деть снег, где взять технику и как успеть расчистить все дороги и дворы? Еще недавно эти вопросы волновали всех дорожников нашего региона. За последние несколько дней в округе выпало огромное количество осадков, с которыми коммунальные службы не успевали справляться в короткие сроки. Спецтехника работала с 6 утра и до поздней ночи. Снега стало значительно меньше, но расслабляться рано. Скоро нас ожидает новый циклон. Сильный ветер со снегом несколько дней удерживали наш округ в своих объятиях. Сегодня о той метели остались лишь воспоминания и толстый слой снега, на уборку которого вышла спецтехника. Грейдеры собирают снег в куче, потом его вывезут на полигон твердых бытовых отходов. Последствия непогоды жители округа на протяжении нескольких дней активно обсуждали в социальных сетях. Люди удивляются. Снега выпало столько, что замело окна наполовину, а кто-то и вовсе с трудом пробирался к двери собственного дома. Пришла, называется, и как попадать сюда? Благо, снег еще плотный. Ух! Вот это да! Приняли смену, называется. Своими фотографиями и видеозаписями жители округа активно делились в интернете. При этом многие из них не могли сдержать своего недовольства в адрес дорожников, которые не успевали оперативно расчищать улицы от снега. Правда, ругают коммунальщиков не все. Некоторые относятся с пониманием. Довольны вы тем, как чистят у нас дворы и дороги? Так, ну, знаете, сложно сказать, так довольны или нет. Конечно, в связи с такими погодными условиями сейчас, наверное, может быть, действительно не хватает каких-то сил. Но в целом нет. Не довольны. Почему? Не знаю, может быть, действительно какие-то есть причины на это. Ну, я в частном доме живу, там чистят каждый день. С утра уже дорога чистая, хорошо справляется. А в целом по городу вот ездите, наверное, заезжаете в другие дороги? Ну, вчера было тяжело проезжать везде. Сегодня уже полегче. Коммунальщики ночью нырали, с утра рано выходят, нормально делают. Ну, я, конечно, не тут живу, понимаете, я не могу как тут убирать вообще. Ну, у нас раз за год убрать за зиму, короче, возле наших домов. А так нигде не убирать. Вот развернули по сторонам, вот, дороги раз и все. Нет, конечно, очень плохо чистят дворы. Так что... А дороги? Да и дороги тоже, вот, метель, они как-то слабо. Желательно получше, чтобы чистили. Ну, может, техники не хватает. Вчера обрели по колено, как бы сказать. А вы откуда приехали? Я из Тюменской области, город Цевицкий. У вас там тоже? У нас там тоже проблемы? Ну, я вот тут вот уже как 20 дней. Ну, не радует погода-то. Ну, а что вы можете сказать, вот сравнить, ваш регион и наш округ отличается? Тем, как у вас чистят дворы, дороги, как у нас? Ну, видно, что у вас тоже работают. Я уж не хочу сильно уж хвалить. Да, у нас тоже, город тоже чистят. На машине вообще сложно во все дворы заезжать. Очень проблематично. И это надо как-то вот пошустрее. И я вот так особо не вижу, что амкадоры ездят. Ну, и тут вот вчера так вообще машины тут разъезжались. И вот за домом на Матросово там вообще таскали друг друга в разные стороны. Ну, как бы, ну, вчера и погода была. Я надеюсь, что так-то они добросовестно все делают. Я не могу сказать, что плохо работает. Ну, вот как-то пооперативнее. Лопату возите с собой? Да, сейчас вожу. Обилие выпавших осадков и, как следствие, некачественное содержание дворов, уличной дорожной сети и автозимника. Эти актуальные вопросы послужили поводом для проведения оперативного совещания в прокуратуре округа. Участие в обсуждении приняли заместители губернатора и мэра, представители отдела госавтоинспекции, централизованного стройзаказчика и управляющих организаций. Заместитель прокурора округа Андрей Панов напомнил собравшимся о том, что обеспечение надлежащего содержания уличной сети региона и безопасности дорожного движения должны оставаться одной из приоритетных задач органов власти и местного самоуправления. Не выдерживает никакой критики текущее состояние дорог, придомовых территорий, которые до настоящего времени не расчищены. Итогом стал рост числа дорожно-транспортных происшествий, рост числа заявок граждан на расчистку территорий, прилегающих к жилищному фонду. Стоит глянуть в окно и возникает вопрос, где дорожная техника и почему не расчищаются дороги, тротуары, не вывозится снег. И почему управляющие организации не организовали своевременную очистку территорий. Более того, уже имеются факты, когда кареты скорой медицинской помощи не могут проехать гражданам по причине, занесенным снегом, прилегающей между дворовой и дворовой территорией. То ли совещание в прокуратуре подействовало, то ли зря на дорожников наговаривают. Спустя несколько дней после метели ситуация с непроходимыми дорогами и тротуарами уже не кажется столь безнадежной. Спецтехника активно взялась за работу. Доказательство тому – чистые дороги и тротуары. Правда, работать еще есть над чем. Снега выпало столько, что тротуары местами напоминают настоящие снежные коридоры ростом с человеком. Правда, некоторые из них заканчиваются тупиком. Вышли на улицы и дворники. Работа у них – непочатый край. Такие снежные кучи у нас повсюду. Правда, с его вывозом за пределы города дорожникам следует поторопиться. Ведь снег постепенно начинает таять и превращается в огромные лужи. Как нам сообщили в Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, зима для нашего региона еще не закончилась. И скоро придет новый циклон. В последующие дни у нас ожидается выход нового циклона. Это вот конец рабочей недели. И выходные опять не обойдется без осадков в виде снега. Соответственно, ожидается усиление ветра. По температуре воздуха существенных изменений не ожидается. Единственное, что в ночные часы при прояснениях минус 20 не будет. Но у градусов 13-18 все-таки пока еще есть. Но это все восток округа. Дневные часы 0, минус 5, минус 1,6. По предварительным прогнозам синоптиков, потепление ожидается к концу следующей недели. Но погода может внести свои коррективы.